МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый воронежец будет лечиться собственной именной таблеткой. В ВГУ обсудили будущее мировой медицины. Эти и другие новости в программе «Воронеж. События. Факты» на 41-м канале в студии Лилия Анн. Здравствуйте! К событиям в регионе мы вернемся после краткого обзора основных новостей в России и мире. Все самое заметное за 180 секунд. Международные новости. 1 октября Иран во второй раз за все время сирийской войны нанес ракетный удар по территории этой страны, передает коммерсант. Мишенью стали объекты на восточном берегу реки Ефрат, где, как утверждает Тегеран, скрывались боевики, организовавшие теракт в иранском городе Ахвас. Иранские власти назвали атаку посланием террористам и их спонсорам. В Тегеране считают, что за терактами в Ахвазе стоят США, Саудовская Аравия, УАЭ и Израиль. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадавший от нервно-паралитического вещества новичок, не поверил в причастность Москвы к отравлению. Об этом в своей книге «Дело Скрипаля» написал журналист BBC Марк Урбан, передает The Guardian. Общавшийся со Скрипалем лично, репортер пишет, что, выйдя из Комы, тот отказывался верить, что к покушению на убийство его и его дочери имеет отношение Кремль. Бывший сотрудник российских спецслужб, несмотря на то, что передавал информацию британской разведке, открыто выражал свои националистические взгляды, пишет Урбан. В частности, он поддерживал возвращение Крыма в состав России, передает лента.ру. Новости ближнего зарубежья. На площади Шарля Азнавура в Ереване цветы и свечи. Тысячи жителей столицы Армении пришли сюда, чтобы почтить память ушедшего из жизни легендарного французского шансонье армянского происхождения, сообщает Евроньюз. Азнавур всегда поддерживал связь со своей исторической родиной. Легендарный шансонье ушел из жизни 1 октября на 95-м году жизни. Он создал примерно 1300 песен, сыграл в 60 фильмах. Многие люди во всем мире считают Азнавура лучшим эстрадным исполнителем 20 века. Российские новости. Первые летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» планируется провести в начале 2019 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе. РС-28 «Сармат» – российский перспективный стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Советскую ракету «Сармат» третьего поколения за неуязвимость американцы прозвали «Сатана». В правительстве снова задумались о введении социальной нормы энергопотребления. Документ, который так и не вступил в силу в 2014 году, на этот раз в целом одобрил вице-премьер Дмитрий Козак, указывает газета «Коммерсант». В соответствии со схемой, социальная норма энергопотребления фиксируется на отметке 300 кВт-час в месяц. Если оно укладывается в это значение, то оплачивается по базовому тарифу, а если нет, то по повышенному. В настоящее время средний уровень потребления российскими домохозяйствами составляет 220 кВт-час в месяц. Артист Роман Карцев скончался во вторник утром в Москве. Заслуженный артист РСФСР и народный артист России скончался на 80-м году жизни. Это был инфаркт, сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице, а сейчас его мучения закончились, сказал друг артиста Михаил Жванецкий, ТАСС. К происшествиям в регионе. Волонтеры поискового отряда Черноземья совместно с коллегами из Нижнего Новгорода разыскивают 15-летнего малого Илью. Подросток, о котором ничего не известно больше недели, может находиться в Воронеже. Рост пропавшего – метр пятьдесят. От худощавого телосложения у него светло-русые волосы, голубые глаза, оттопыренные уши. Был одет в куртку горчичного цвета, светло-синюю полосатую рубашку, голубые джинсы. Если вам что-либо известно о местонахождении Ильи Малого, просьба сообщить по указанным телефонам. Александр Гусев продолжает ротацию областного правительства. О кадровых перестановках в здании на площади Ленина-1 новый глава региона поделился с журналистами на специальном брифинге. Кто должен уйти, чтобы не мешать? Тему продолжит Олеся Алисюк. Сразу два заместителя губернатора покидают здание на площади Ленина-1. При этом назначение миллионера Евгения Юрченко Гусев назвал кадровой ошибкой. По мнению губернатора, Юрченко не до конца понял, что от него требовалось на новом посту. Еще один вице-губернатор Юрий Агибалов стал жертвой громкого федерального скандала с выплатой ему 23 окладов. Не будет назначен на должность заместителя губернатора первого заместителя председателя правительства Юрченко Евгений Валерьевич в связи со стечением полномочий, поскольку он исполняет обязанности. Не войдет в состав правительства Агибалов Юрий Вадимович. Он писал заявление на увольнение. Но эту ситуацию мы сейчас там дальше прокомментируем. И на другую работу перейдет начальник управления по обращению с гражданами Пеньков. Здесь тоже у нас, собственно, все разговоры состоялись уже. В правительстве области остаются руководитель департамента земельных и имущественных отношений Сергей Юсупов, руководитель департамента здравоохранения Александр Щулкин и руководитель департамента культуры Эмилия Сухачева. Кроме того, продолжит работу заместитель председателя правительства региона Артем Верховцев. Управление архитектуры преобразует в департамент. Возглавлять его будет по-прежнему Андрей Яренков. Может быть, несколько дольше будет процедура поиска и назначения на должность руководителя департамента аграрной политики. Тоже ключевой департамент. И нам там важен человек, который будет за собой целую, то есть фактически вести. Вакантные должности в новом правительстве будут заполняться в разные сроки. Люди, которые боятся своего рабочего места, нам не нужны. И в конце года, я надеюсь, уже такая первая итерация кадрового резерва будет готова. Мы сформируем уже первый состав кадрового резерва. С ним дальше нужно будет заниматься еще. И я думаю, что даже первый квартал будущего года может быть для кого-то последним кварталом работы в составе правительства Органической области. Олеся Алисюк, Валерий Бобкин, 41 канал. На еженедельном рабочем совещании в мэрии Воронежа обсуждались два основных вопроса. Ход месячника по благоустройству и организация в областном центре платных парковочных мест. Подробности в материале нашей съемочной группы. Как доложили на совещании чиновники, месячник по благоустройству идет в городе уже неделю. В основном это уборка парков, скверов, лесопарков, лесных массивов, бульваров. А также очистка дворов, контейнерных площадок и так называемых бесхозяйных территорий. За конкретными объектами закреплены ответственные лица. До 13 октября должны пройти субботники в районах города. А на 20 октября намечен общегородской субботник. Месячник на самом деле продлится дольше месяца и закончится 30 октября. В месячнике благоустройства планируется участие широких масс населения города, среди которых работники предприятий, организации всех форм собственности, представители общественных организаций, жители города, а также сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления, работники сферы жилищно-коммунального хозяйства, студенты, школьники. Доклад первого вице-мэра Сергея Петрина был посвящен платным парковкам. В городе 6 тысяч парковочных мест. И с 1 октября вводится оплата 40 рублей в час. Впрочем, первые две недели будет действовать тестовый режим. Штраф за неоплату парковки в размере 1500 рублей пока взиматься не будет. С 8 вечера до 8 утра парковка бесплатная, так же, как в выходные и праздничные дни. За 15-минутную стоянку, если человек быстро успеет сделать все свои дела и уехать, плата не взимается. Также будет организована бесплатная перехватывающая парковка на правом берегу Чернавского моста. Правда, здесь предусмотрено около 200 мест, ничтожно мало для миллионного города. Да и сама цена за парковку, по мнению автомобилистов, слишком велика. В соседних областях дешевле. Для оплаты создан специальный парковочный счет. Возможно, также СМС-оплата. Кроме того, в МФЦ можно будет оформить парковочные разрешения и бесплатную парковку для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов всех групп, кузников концлагерей и их законных представителей. В целях недопущения очередей ажиотажа мы организовали аналог электронной записи. То есть любой человек может позвонить по телефону колл-центра, записаться на удобное ему время и прийти ко времени. Поэтому с утра уже люди были, очереди не было, все спокойно, все в штатном режиме. Мы завершаем работу по интеграции с МФЦ. Буквально до конца недели, надеюсь, у нас все получится. И также можно подать документы в любом МФЦ. Тестовый период сделан, чтобы люди успели ознакомиться с системой, попробовать разные способы оплаты, посмотрели, как все это работает. Соответственно, и привыкли. Потому что все-таки резко вводить, ну, сами понимаете, что сегодня было бесплатно, а завтра резко стало платным. Поэтому для людей это может стать, так сказать, шоком определенным. О начале отопительного сезона журналисты от чиновников в комментарии не дождались. Однако на совещании была поставлена задача. В течение этой недели начать подавать тепло в социальные объекты, школы и больницы. Игорь Захарченко, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Воронежская область накрывает первая волна гриппа. В связи с угрозой эпидемии Воронежским управлением Роспотребнадзора с начала октября открыта горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. Наши корреспонденты отправились в это надзорное ведомство, чтобы рассказать зрителям 41 канала, как лучше всего бороться с заболеванием. Как правило, с наступлением холодов организм человека дает сбой. В пасмурные осенние дни без обильного солнечного света мы страдаем от нехватки витаминов D, которые помогают работе иммунной системе нашего организма. В результате этого мы становимся уязвимыми к инфекции. Как же обезопасить себя в этот период? С таким вопросом мы обратились к воронежцам. Сейчас очень сильно пропагандируется вакцинация против гриппа. Я, конечно, не могу сказать, что я конкретно за или против. Есть как положительные, так и отрицательные моменты в этом. Но, наверное, в первую очередь это должно быть изначально закаливание. Поддержка иммунитета, витамины. И одеваться по сезону. Не переохлаждаться, не перегреваться. Я больше скорее работаю, потому что болеть некогда, если честно. Чай, лимон, мед, как я уже сказала, больше. Просто даже некогда вакцинироваться, если честно. Поэтому как-то о болезнях. Если о них не думать, то их не будет. Правильное питание, проветривать помещения. Не злопотреблять ничем, нести здоровый образ жизни. Просто, наверное, меньше общаться с людьми. Я так думаю. Потому что друг от дружки забираем все, что хотите. Например, вот дети в садике, в школе. Это же вообще инфекция ходячая ходит там. Ну и, конечно, прививки все-таки надо делать. По информации Роспотребнадзора по Воронежской области, с началом холодов участили случай заболеваемости ОРВИ. ОРВИ у нас увеличение наблюдается за прошедшую неделю на 11%. Ну, это за счет погодных условий, похолодания, ну и сезонное развитие ситуации. Но, тем не менее, уровень заболеваемости среди населения ниже на 32% и педпорога. Одной из необходимых мер профилактики против коварного гриппа медики называют предсезонную иммунизацию или, проще говоря, прививку от гриппа. К слову, в нашем регионе уже привиты 19% населения. В настоящее время это 455 тысяч человек. Однако, есть и те, кому от вакцинации стоит все-таки воздержаться. Это состояние заболеваний в остром периоде, обострение хронических заболеваний. И очень важно, если есть аллергия на куриный белок. Алло, здравствуйте. Горячая линия управления Роспотребнадзора по Воронежской области. Лидия Познякова – одна из тех, кто принимает звонки от населения по горячей линии. Позвонить по бесплатному телефону 8 800 700 92 84 может любой желающий в рабочие дни с 10 до 17 часов. Это ежегодная запланированная акция. С 1 по 15 октября проводится горячая линия, Всероссийская горячая линия. Посвящена профилактике гриппа ОРВИ и, в частности, касающая привлечения внимания населения к проведению предсезонной иммунизации против гриппа. По статистике, ежегодно в России болеет 30% населения. Именно в осенне-зимний период нам приходится чаще сталкиваться с простудными заболеваниями. Но даже это обстоятельство, как показал опрос, не вдохновляет воронежцев на прививки. Никогда в жизни не прививаюсь, не знаю, просто очень много случаев, очень плохих, связанных с этими вакцинациями. Поэтому стараемся такими способами держаться, своими. Альтернатива медицины здесь народные средства, такие как мед, чеснок, малина, которые наверняка найдутся в каждом доме. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Именная, сделанная специально для вас таблетка, это уже не научная фантастика. По мнению ученых, генетиков не столь отдаленное будущее. Это и многое другое обсуждалось на специальной пресс-конференции по развитию постгеномных технологий, прошедшей в Воронежском государственном университете. Представьте, что вы приходите к врачу с какой-то болезнью. И доктор тут же с помощью теста определяет ваш генотип и ищет, где в ваших генах случилась поломка. А затем в специальной лаборатории вам делают индивидуальное лекарство, с учетом особенностей вашего организма и генетической предрасположенности. Нет, я сейчас описываю не сюжет научно-фантастического фильма, а, по мнению ученых, вполне себе реальную медицину обозримого будущего. И в этом направлении уже сегодня ведутся активные исследования и получены конкретные результаты. Это как раз то, чем мы занимаемся. Есть уже примеры того, что мы проводим подобные лечения, то есть таргетированные лечения конкретных пациентов и конкретных болезней. И исследования, и разработки уже идут на данный момент. И технологии действительно очень быстро развиваются, особенно в последнее время. А как вам перспектива персонифицированной, то есть специально для вас созданной косметики? Крема, которые учитывают все особенности вашей кожи, знают, как вы будете стареть и как этого можно избежать. У нас есть компания, которая занимается постгеномными технологиями идентификации конкретных особенностей среди женщин, чувствительности к различным компонентам косметических препаратов. Все эти вопросы обсуждались 2 октября учеными из разных стран в нашем городе, на конференции, состоявшейся в Воронежском государственном университете. Данное мероприятие проводится на базе ВГУ уже в пятый раз и является для всех его участников прекрасной возможностью обменяться опытом и узнать о новых разработках. Помимо медицины и косметологии затрагивались также вопросы сельского хозяйства. Так, выращивание генномодифицированных продуктов в России запрещено законом. Однако исследования в этой области все равно очень важны, хотя бы для того, чтобы не оказаться в прямом смысле слова позади планеты всей. Об отставании нужно говорить так, что пройдет еще несколько лет, и мы перестанем понимать, что происходит в мире. То есть у нас отставание растет, оно становится катастрофическим, и наши усилия направлены на то, чтобы это отставание восполнить. Но использование постгеномных технологий в биологии и сельском хозяйстве имеет еще и немалое практическое значение. К примеру, для выращивания взрослых деревьев за три года в лесном хозяйстве или производство инсулина в микробиологии. Важно добавить, что сельское хозяйство зачастую выступает опытной площадкой для использования постгеномных технологий во всех остальных научных сферах, включая также и медицину. Внедрение в сельскохозяйственную практику требует гораздо менее регуляции, и часто новые технологии появляются там быстрее и эффективнее, именно потому, что регуляция упрощена. Ирина Попова и Валерий Бобкин, 41 канал. А сейчас о погоде в Воронеже и области. В среду 3 октября в регионе преимущественно пройдут небольшие дожди. До 16 тепла ожидается в Нижнедевицке, Рамоне и Хохле. Плюс 17 в Боброве, Борисоглебске, Бутурлиновке, Лисках, Острогожске и Семилуках. На 1 градус выше и также небольшой дождь в Павловске и Россоше. Плюс 19 синоптики обещают в Бобучаре. 3 октября в Воронеже 17 градусов тепла и небольшой дождь. Падает южный ветер скоростью около 4,5 метров в секунду. В геомагнитном поле небольшие возмущения. В этот день православная церковь чтит память князя Черниговского Михаила и боярина Феодора, живших в середине 13 века. Святые отказались поклониться татаро-монгольским идолам и приняли мученическую смерть от язычников, не отрекшись от веры. В народе в этот день отмечался праздник мельника. Людям этой профессии приписывали дружбу с нечистой силой, поэтому наши предки старались обходить мельницы стороной. Также на Руси 3 октября именовали ветряком. Потому как дует ветер в этот день судили о погоде, если с севера к стуже, с юга к теплу, с запада к дождю, а с востока к ясным дням. И это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406, пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» на телеканале «Вместе» в 7.00 ровно в полдень, в 19.30 и в 20.30 по московскому времени. А также на нашем канале в интернете. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире 41-го. Редактор субтитров А.Семкин